Антискалитарные условия, пол проваливается. Вот это все следствие влаги, вот это вот, что стены разрушаются. Силикатная 9А, колоритненько. Об этом доме мы уже рассказывали. Туда переселяют жители аварийных домов. Сейчас очередь дошла до жильцов разваливающегося дома на первой западной 47А. Это называется нечеловеческие условия. Можно сказать, переселяют в бомжатник. В подъезде полы проваливаются, кладка из-под окон выпадает. Электропроводка вся висит по коридору. Там также висят и трубы все по коридору. Щитки не убраны старые. Износ дома на первой западной, где сейчас живут женщины, более 80%. В прошлом летом одна из жительниц чудом спаслась после обрушения потолка. Люди боятся, что и в этом доме их будет ждать та же самая история. Однако комитет ЖКХ на переселении настаивает по ряду причин. Специалисты комитета выступают против дальнейшего проживания жителей в квартирах, где есть опасность обрушения перекрытий. После проведения ремонта, приблизительно в течение двух-трех месяцев, жители смогут вернуться в свои квартиры или остаться в помещениях маневренного фонда. Представители комитета заверили, что весь маневренный фонд в городе соответствует всем жилищным требованиям. Все квартиры, которые предлагаются жителям, отремонтированы. Дома даже близко не являются аварийными. Кстати, помните эту дверь на силикатной 9А? Так она выглядела пару месяцев назад. Сегодня ее привели в порядок. Установили новую. Что касается оценки всего остального, то ее уже даст специальная судебная экспертиза, на которой настаивают жильцы. Очередное слушание по этому делу состоится уже на следующей неделе. Мы будем следить за развитием ситуации. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.